Музыка Ну вот, 14-12 Минус 5 Здравствуйте, мои дорогие! Музыка Сейчас поеду, помогу Ире покрасить голову К празднику хочется стать еще ярче, еще рожее Дело хорошее Вот как мы любим яйца Яичко, котик яичко хочет А лапку-то дай, тиша, лапку-то дай, лапку дай Дай лапку, дай лапку Молодец, умница, умница, котик Ну потрись еще, яичко, потрись Скажу, куда, куда Да, яичко ему надо, сейчас я тебе, сейчас, сейчас Сейчас сырое яичко дам, да Да, да, мой хороший, да Яичко хочешь Сейчас даст, да, сейчас может Да, вешеный Да, вешеный Хвостом-то полотенце, все. Видите, какой креативный подход к витрине. Бабушки голубей кормят. Тяжело им зимовать-то. Так, вот эта тундра, мне чем она нравится, у нее мох на колоннах живой растет. Вот, сейчас пока снимала, звонит Ира. И говорит, ну и что ты думаешь? Как пожарная машина. Я говорю, ты мне фотку пришли, я посмотрю. Эксперименты с цветом частенько приводят совсем не к тому результату, который ожидаешь. Все. Все излишки остались. Деловой ты парень. Корабли гудят в порту. Ну что, мои дорогие, давайте я поотвечаю на ваши вопросы. Хотя вопросов оказалось совсем немного. Видимо, вы про меня уже все знаете. Просто есть очень много таких повторяющихся тем. Поэтому я вот хочу вам на это ответить. Во-первых, ну практически там через комментарии, через два мне все пишут. Вот, возвращайтесь в Крым, приедут дети, внуки. Я уже не раз говорила об этом и писала. К сожалению, ни моим детям, ни внукам Крым не нужен. Так что, когда мы переехали, мы очень ошиблись. Мы думали, что будут приезжать внуки, проводить лето. А мне еще два года назад мальчишки сказали, что делать тут нечего. Черноморский. Они даже не то, что стремятся. Они вообще не хотят туда ехать. Так, еще что мне пишут про то, что нужно жить вместе или отдельно с сыном, с невесткой, с детьми. Девочки мои дорогие, никто вместе жить не собирался. Изначально. Когда это все случилось, и мы приехали в Мурманск, у нас сразу был разговор, что пока мне не купят квартиру, снимут жилье. Пожить. Никто и не думал жить вместе. Просто тут и как-то все. Ой, если честно говоря, больше всего для меня проблема в том, что мои никто не курит. В квартире курить нельзя. На лестничной клетке курить нельзя, потому что стоят камеры, они борются с этим. И мне каждый раз приходится идти на улицу. Это с девятого этажа. Одеваться. На лифте ехать. Покурил, вернулся опять. Я больше всего от этого устаю. Ещё мне девочки пишут рассказать про моих мужьёв. Вот что я вам хочу на эту тему сказать. Может быть, когда-нибудь при другом настроении. Может быть. Сейчас мне вообще-то не до этого. А уж про этих мужьёв, про которых вспоминать-то не хочется. Ну, я, как говорят, никогда не говори никогда. Может, будет настроение, может, и сниму я про них. Вот. Потом меня... Что мне ещё написали? А, написали, что хотят увидеть северное сияние. Честно говоря, я его сама много лет не видела. Потому что в городе освещение такое, что никакого северного сияния не увидишь. Это надо ехать куда-то в тундру. Ну, не знаю, если получится, то съездим и снимем. Любаша Саранча мне написала. Любаша, привет. Как я начала украшения делать, и сразу же у меня получилось. Я уже где-то рассказывала. Что, украшения-то все, конечно, любят. И я любила. Да и сейчас люблю. Просто было свободное время. В Болгарии мы были. Я думаю, а что я их покупаю? Там столько магазинов. Ну, всей вот этой фурнитуры, камушков. И цены по сравнению с Россией просто копеечные. Не думаю, займусь-ка я этим делом. Ну, всё. Интернет в помощь, как сейчас говорят. Всё. Пошло и пошло, и так затянуло, что прямо остановиться не могу. Это вы думаете, у меня такой стол. Это я просто всё убрала. У меня постоянно всё завалено. И постоянно что-то делается. А, ещё был такой вопрос. Где я хочу жить? Милые мои, вот если честно, если бы у меня была возможность такая, я бы путешествовала по миру. Просто путешествовала по миру. А в перерывах с удовольствием бы и в Мурманске жила. Ну, такой возможности нет. Мы же не миллионеры. Вот. Поэтому буду жить в Мурманске. И Костя спокойна, что я рядом. Ну, и внуки. А к Саше буду летать. Она будет прилетать. Потому что она девушка самостоятельная. Она давно уже живёт одна. Если уж после школы стала жить одна, то уж теперь ей 27-й год. Вот. Может, она в Мурманск вернётся. Кто ничего не знает. Надо жить. Надо жить и радоваться каждому дню, как Алинка завещала. Что будет дальше, будет видно. Вот. Так что мои золотые. Совсем вопросов мало оказалось. Ну, я, в общем, этому и рада. Значит, вы всё видели. И всё знаете. Вот. Что вам хочу сказать. Завтра я буду переезжать. И хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Понятно, что это ещё не сам Новый Год. С Новым Годом потом будем поздравляться. Вот. А пока с наступающим, девчонки. И мальчишки. Сейчас понятно, это суета предновогодняя. Оно в городе видно, как люди бегают по магазинам, как сумасшедшие. Ну, это хорошо, наверное. У меня, так, конечно, никакого настроения нет праздничного вообще. Ну. Ну, так и должно быть. Всех с наступающим. Чтобы Новый Год встретили. Прямо на ура. Много не пейте. Чтобы не болеть потом. Чтобы всё прошло радостно, весело. Да, как всегда у нас. Когда у нас радостно и весело не встречался Новый Год, правда. В общем, всего вам самого хорошего. я вас очень люблю. Вы меня очень поддерживаете. Прям родные люди стали. Главное, что появляются новые девочки. Выписка девочки. и тоже такие душевные, хорошие. Такие прям комментарии пишут. Прям радуйте меня. не знаю, даже чего я хотела ещё сказать. Забыла, короче говоря. Склероз друг пенсионера. В общем, чтобы всё было хорошо. Я вас всех целую. Ну, надеюсь, увидимся. Пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. 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 Пока-пока.